Друзья, всем привет! Рад видеть вас на своем канале. Сегодня 21 августа, пятница, я решил с Бэтменом прогуляться по лесу. Позвонил мне дружище с Кунгурского района, он говорит, Саня, вы пошли плотно лисички, кульбики и грузди, если есть желание у тебя набрать этих грибов, и потом в зимний период наслаждаться этой вкусняшкой, езжай к себе в лесок. Ну, я что, не думая, все планы отложил и рванул. Взял Бэтмена с собой, взял с собой пару корзин. В эту корзинку я буду собирать кульбики, а в эту корзинку буду собирать лисички, и пакет взял тоже под лисички. Если грибов будет очень много, я сегодня все эти, можно так сказать, емкости забью. Взял с собой ружьишко, потому что неделю назад, когда я приезжал сюда на разведку, и была тишина, я пробовал, благодаря маночкам своим, манить рябчик, и одного рябчика мне удалось подманить. Ружья у меня не было, так как охота у нас открылась только с 15-го числа, стрелять было нельзя, но понаблюдал за ним, посмотрел, как он подлетел там на веточках, посидел, Бэтмен у меня немножко за ним понаблюдал, потом я ему сказал подать, он побежал туда и испугнул его. Сегодня я попробую в результате этой своей прогулки за грибами добыть еще эту птицу, если у меня это удастся. Я отведаю вкуснейший, можно так сказать, ужин. С человеком, к которому приеду на пасеку за медом. Мы там быстро эту птицу, если я ее поймаю, приготовим, и съедим. Только зашел в лес, и действительно кульбиши, кульбиши просто навалом. И кульбиши как бы есть переростки, но есть молодые. Я для соления беру вот такие вот молоденькие кульбики. Вот они, просто, ребята, грибы сказочные. Вот если вы таких маленьких грибочков наберете и засолите, вы зимой просто будете кайфовать. А какие пироги из них получаются, обязательно ко мне на канал подписывайтесь. Вся эта вкуснятина из этих грибов у меня будет на канале представлена. А теперь я начинаю их резать и отправляюсь дальше в лес, где плантации лисичек у меня. Думаю, там они тоже уже выросли. Пройдя буквально еще 150 метров, я вышел к себе на местечко, где я постоянно добываю лисички. И вот на моем месте, на этом, на первом, лисички начали уже попадаться. Вот посмотрите. Причем лисички, друзья, они не маленькие, и не переростки, они боровые, классные, крепкие лисюги. Сейчас мы здесь все это скосим. Вот здесь немножко, не знаю, может штучек 60 есть. Так, вот тут начали тоже попадаться. Запах, вот-вот-вот, смотрите. Друзья, в лесу запах просто непередаваемый. Это нужно почувствовать. Не знаю, как многие игнорируют вообще такую красоту и возможность просто хотя бы в августе либо в сентябре приехать в этот сказочный, чудесный лес в классную погоду, когда ни дождя нет, ни ветра, ни холодно на улице. Сегодня плюс 18 градусов и просто прогуляться в течение всего дня вот по этой... Ну, я не знаю, как это назвать. Не каждый, видать, этого понимает, но я от этого кайфую. Буквально за 10 минут, друзья, я нарезал пол корзинки лисичек. Меня это уже радует. Просто здесь 150 метров по навигатору у меня еще одно местечко с лисичками. Я думаю, там лисичек будет больше. Если я сейчас корзину эту набью, пока я далеко от машины не отошел, я туда вернусь. Все это высыплю, возьму с собой еще пару пакетов. Рюкзак у меня тоже пустой. И двинусь, собирать уже по максимуму. Двигаемся вперед. Тут же стали попадаться и грузди тоже. Конечно, вот такие вот уже они червивые, большие переростки. А вот молодежь вот такая вот. Ее можно смело собирать. И будем ее складывать в кулечек, где и кульбики у меня. Все грибы, которые мы будем солить, мы будем отправлять в этот пакет. А так, посмотрите, какая красота. Многие, конечно, их не собирают, не заморачиваются. Но на рынке у нас, на рынке у нас вот такая вот трехлитровая банка этих грибов стоит полторы тысячи рублей, друзья. И один раз я их попробовал с Иркутской области. Мне отправили баночку груздей в подарок родственнике. Вы не поверите, я просто был удивлен, какая это вкуснятина. И сейчас я, если эти грибы только появляются в моем лесу, где я постоянно провожу время, в августе, в сентябре, даже в октябре здесь попадаются грибы, я всегда их собираю. И делаю вот такую вот вкуснятину. Я уверен, что многие меня поддерживают. Гуляя вообще по этому лесу, я в очередной раз удивляюсь, что в этом году, в этом году не только лисички, грузди, кульбики пошли здесь, но и пошли и рыжики. Вот в этом месте я рыжики вообще никогда не резал. Темно, солнца нет. Смотрите, рыжики лежат, и рыжики не червивые. Тут тоже рыжик вот здоровый я срезал. Посмотрите, какой он большой. Сейчас мы это косим, но Бэтмен сейчас у меня тут пробегал, что-то сбил грибок. По-моему, это синявки. Но синявки тоже в этом лесу попадаются, и попадаются крепкие маленькие синявки. Я тоже собираю отдельно, и их мы солим также. Все, срезаем эти рыжики, срезаем вот эти вот малюсенькие синявки, и двигаемся дальше. Вышел я на плантацию груздей. Грузди, посмотрите, какие, ребят. Здесь все ими просто усыпано. Лист, который поднят, там везде гриб. Я даже боюсь вставать вообще, ходить здесь, потому что грузди идеальные. Вот они, малюсики. Сказка. Режим. Бэтмен, ну-ка не ходи здесь. Так, ну что, с одной полянки нарезал вот столько груздей скрипачей. Вы посмотрите, только какие они идеальны. Маленькие, крепкие. Я просто в шоке. Опа, просмотрел. Вот еще один стоит. Такой же. Вот его. Раз. Смотрите, здесь он стоит. Аккуратненький. Тут же вот выпирает немного листва. Аккуратно руками убираете. Вот еще один. И это по всей вот этой вот поляне. Я думаю, что я сейчас аккуратненько, внимательно здесь еще все осмотрю. Прошло два часа. Готов я поделиться с вами результатом, который на данный момент у меня уже сейчас есть. Добрался я до своего любимого местечка, где я постоянно кушаю и отдыхаю. Набрал я почти полную корзинку лисичек. Пакет груздей с кубиками набрал. Вот он. Тяжелый. Нести его уже тяжело. Я сейчас его здесь оставлю. Здесь у меня тоже был пакет запасной. Я всегда под столиком. Вот здесь у меня и кора есть. Березово мы тут с пацанами шашлычки готовим, когда сюда приходим пообедать во время охоты. Ну, сейчас у меня тихая охота. Рябчика нет. Свистел, манил. Тишина. Рябчик не откликается. Кулек бросаю, кушаю и двигаюсь дальше. Сейчас через где-то, я думаю, наверное, метров 500-600 друзья, вы просто обалдеете, сколько лисичек там будет. Я уверен, что они там есть. Друзья, добрался я, короче, до этого места. И смотрите, что здесь есть. Начинают они расти лисички. Вот отсюда и пошло. Смотрите, вот здесь все лисичка. А тут что, под деревом-то? Вы только посмотрите. Вот они, все ими усыпано, все уходит туда. Здесь все. Идем дальше. Здесь лисички. Идем, тут лисички. Вот эта полянка, вот на этой полянке, у этой березки постоянно лисюги есть. Вот они. Здесь уже лисички боровые. Вот все в лисичках. Здесь все в лисичках. Мох. И если заглянуть вот под эти деревья, друзья, здесь-то просто все в лисичках. Думаю, что часа на два я здесь сейчас застряну. Принимаемся резать. Как все срежу, покажу, какой объем я отсюда снял. Прошло полтора часа. Все эти грибы, которые были с этой стороны. И с этой стороны я все скосил. Смотрите, что у меня получилось. То есть полная корзина. До отказу, можно так, забита. Маленькая. Ну, как маленькая, тоже она так-то неплохая. Вот она, тяжелая какая стала. Это мне подписчик один подарил. И батина корзинка. Она немного больше, чем эта, но практически так же полная. Я уже стал психовать и просто лисички начал резать пополам, чтобы побольше вошло. Сейчас забью эту корзину, потому что у меня таких полян еще пять штук. Нет, шесть, шесть полян таких. Не знаю, добиваю эту корзину. Два пакета у меня от пятерочки есть большие. Я их тоже буду забивать. Буду забивать рюкзак и смотреть по времени, если до девяти часов вечера я смогу это все сделать, пока не стемнело. Будем собирать грибы. А там уже к машине выйдем и подведем итоги сегодняшней прогулки. Но полтора-два часа на карачках собирать эти грибочки тоже не так легко. Сейчас я пью чай, отдыхаю немного и двигаюсь вперед. Обошел я все те полянки, на которых я думал, что будут лисички, но, к сожалению, ни на одной из них вообще ни одного гриба не нашел. Просто галяки все. Не знаю почему. Вернулся я за груздями и вот, в принципе, весь тот результат, который у меня сегодня получился. Пакете груздей, пол корзинки, чуть больше лисюк и полная корзинка. В принципе, хотя бы так. Хотя бы так. Настроение, классные эмоции от прогулки по такому чудесному лесу в такую классную погоду получены. а теперь я отправляюсь на пасеку товарищу за медом. Вам всем большое спасибо за просмотр. Если видео мое понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч. субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok